Итак, давайте продолжим. Теперь мы перейдем к дизайну «Счастливый брак». Давайте мы с вами повторим то, что мы выяснили, куда мы идем, нашу цель. То есть наша цель – это отражать образ Божий. Вот это цель семьи, любой семьи, любого человека – нести на себе его прекрасный, священный, красивый, гармоничный образ. Вот такими должны быть отношения. Но Господь был бы несправедливым Богом, если бы он сказал, вот я вас создал, а теперь я давайте посмотрю, как у вас это получится. И посмеюсь. И похохочу над вами, потому что путей, в общем-то, много, а цель всего лишь одна, и дорога к ней ведет всего одна. Найдете или не найдете? Нет, Господь очень заботящийся, очень любящий Бог, и Он оставил нам вот эту дорогу к цели. Он ее показал. То есть сейчас мы разберем с вами ответ на вопрос второй. Как добраться до цели? То есть вот какие шаги по достижению цели оставил Бог? Итак, Бытие, 2 глава, 24 стих. И там написано. И потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. И будут одна плоть. Вот как добраться до цели. Все очень просто. Всего три шага, представляете? Элементарно. Нужно сделать всего три шага. Оставить своих родителей, отца и мать, прилепиться к жене и стать одной плотью. Тут треугольник получился такой неравнобедренный. А вообще треугольник должен быть равносторонний, равнобедренный, равноугольный. То есть все три угла, они равны. Все три угла, они важны в браке. Все три угла нужно выполнить, они равноценны. Оставить, прилепиться и стать с одной плотью. И вот через наше консультирование, через наши семинары прошло, ну, наверное, уже больше 10 тысяч супружеских пар. Это не считая... Не считая тех, кто был просто на конференции. Просто присутствовали на конференции. И все проблемы в семье возникают тогда, и непонимание между супругами, когда не выполняется какое-то из повелений Божьих. Нет какого-то одного из углов. Или нет двух. А то иногда и всех трех нет. И приходят и говорят, что же нам делать? Вот есть заповедь. Нам говорят, но ведь испокон века так жили. В одном доме жили там дедушка с бабушкой, папа с мамой, я со своей женой. И вот у меня сын собрался жениться. Я говорю, только у нас будешь жить, в нашем доме. Дом надстроим. Дом надстроим там, неважно. Потому что другой вход будет. Пусть тесно будет, но чтобы жили все вместе, одной семьей. Это традиция такая. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Вот ваш сын решил привезти домой жену. Кого она будет в этом доме слушаться? Кто в доме хозяин? Дедушка. Дедушка. То есть, голова этой девушки получается не муж, а дедушка мужа. Это что за семейная система такая? Нет, я буду головой. Хорошо, а ты можешь поступить как-то так, что противоречит дедушкиным или твоего отца правилам? В вашем доме. Нет. Нет. Так получается, твоей жене кто будет злова-то? Ты просто промежуточное звено между главой и твоей женой. То есть, знаете, вот эти вещи нужно просто честно понять. И если мы говорим, наши традиции противоречат Слову Божьему, надо что-то изменить. Либо традиции, либо Слово Божьем. Каждый выбирает для себя, конечно. Вы говорите конкретно, надо оставить. Надо жить отдельно. Но нам многие так говорят, а вы невнимательно читайте Писание, читайте про патриархов, там все всегда жили вместе. Мы говорим, о-о-о. Вот давайте прочитаем про патриархов. Было ли когда-нибудь, чтобы в одном шатре жили, значит, так наши патриархи, отец с женой, в этом же самом шатре, сыновья с женами, в этом же самом шатре их внуки. Если даже у мужа было две жены, его две жены жили в отдельных шатрах. В разных. Помните? И приходилось даже за Мадрагоровой яблоки перекупать. В каком шатре будет муж ночевать? Простой пример. Даже помните, когда к Аврааму пришли в гости три ангела? Они к Аврааму пришли. Авраам бегал, закалывал овец и давал указания. Его жена Сара готовила явство. Гости были у них в гостях. Вы нигде там не прочитаете, что они тут же сказали детям, сын, дочь, быстро, снога, быстренько, тут, быстренько, к нам в гости пришли. Нет. Это совершенно отдельная система. Понимаете, поэтому нужно Слово Божие читать. Не со своей колокольни, да? А именно исходя из тех принципов, которые нам Господь дает. Все. Это отдельная система. Ну, однажды нам сказали, когда мы проводили семинар на Кавказе, один парень из Дагестана говорит, ну если я сейчас... Ты скажи, чтобы был пастор в церкви. Это не просто парень из Дагестана. Что самое крушное, пастор в церкви. Пастор в церкви, служите. Он говорит, я сейчас скажу маме, что я должен уйти и жить отдельно, не в ее доме, не в нашем родительском доме со своей женой. Так меня же выгонят из рода, меня проклянут. Исклана. Исклана меня выгонят, и все, я буду никто для них. Это может быть у вас там в России это сработает. Для американцев это хорошо, потому что у них есть такая возможность. А у нас нет, у нас такой уклад жизни, я не имею права поступать по-другому. Я говорю, ну давай тогда откроем самую первую страницу Библии, самую-самую первую, и прочитай. Библия, книги Нового и Ветхого Завета, священные, канонические, синодальный перевод, только для русских. Тут так написано? Библия, Ветхого и Нового Завета, канонические, синодальный перевод, только для американцев. Для кого эта Библия писалась? Для всех. И не важно, ты там беленький, черненький, высокий, низкий. В Дагестане или в России? Или еще где-то. Чтобы сделать первый шаг, действительно нужно выполнить это предназначение. Чтобы быть счастливым, нужно сделать этот первый шаг. Жить отдельно. Многие говорят, ну вы говорите о какой-то иллюзии в нашей стране, где такая бедность, где не решается же личный вопрос. Нашим правителям, ну правительство у нас как всегда виноват, кто виноват, правительство или Бог. Но не мы же в конце концов виноваты, правда, любимые? Как же мы себя обвинили, любимые, да? Вообще-то интересные такие вот категории мышления. В нашей стране невозможно. Вы знаете, вот через наши предбрачные консультации прошло, вот личные встречи, там 7 встреч, полтора часа. Но только через наши прошло где-то уже больше 150, мы там не считаем других, которые проходили через нашу команду, вот нами обученную, которые проводят такие консультирования. Мы надеемся, что вы тоже будете их проводить после этого курса. Так вот, вы знаете, не было ни одной пары, у которой бы не было возможности отделиться от родителей. Хотя бы на первые 5 лет. Была у всех, абсолютно у всех. Просто у кого-то была возможность, если 5 лет снимать квартиру, у кого-то 5 лет снимать комнату в коммуналке. Но возможность была у всех. Но, что предпочитают делать? Когда мы говорили, ну а почему вы не хотите жить отдельно? Ну, мы еще молодые, у нас еще ничего такого нету, как у наших родителей. Это дорого. Кроме того, вот мы приходим с работы, а нам мама уже приготовила лужи. А мы учимся, мы в институте. Нам некогда этим заниматься, стирать некогда. А мама нам все постирала. Я говорю, великолепно, удобно. Нашли себе прачку, кухарку. Кто глава села? Потом обижается, что мама чего-то от них требует. А потом, слушайте, они говорят, ну нет денег, это дорого. Мы говорим, подождите, ну вот вы собираетесь делать свадьбу на 200, ну 200 человек, то 600, ну у всех разных разных. Мы говорим, может быть, вам не стоит делать такие вот деньги в бухи, свадьбу. Ведь вот на эти деньги действительно вы можете в течение 5 лет снимать комнату. Можете, запросто. А тем более у нас есть в России такая традиция, что на свадьбу дают какие-то деньги. Если еще эти деньги приплюсуются, так у вас вообще можете 10 лет снимать эту комнату, а там, глядишь, и квартиры как-то вы сможете купить, приобрести или еще что-то. Нет, говорят, вы что, как же свадьбу не делаете? Это же раз в жизни бывает. Это надо запомнить. Понимаете, запомнить надо. Перед самой свадьбой, ну где-то за несколько недель, за две или за три? Нет, я просто хочу закончить. А на те деньги, которые подарят, там что говорят? Хотим кольцо с бриллиантиком, съездить куда-то там. Ну кто что говорит, да? Съездить в Турцию, кто-то хочет купить холодильник или машину. Понимаете, ну то есть есть какие-то материалистические потребности. Ну ладно, не выполним предназначение Божие. То есть вот, приоритеты. Либо сделать то, что сказал Бог, либо удовлетворить свои собственные какие-то потребности. Ну вот я стал говорить о том, что наша дочь, когда собиралась уже выходить замуж, определились они со свадьбой, определились, как это все будет происходить. У них была квартира, они взяли ссуду в банке со своим будущим мужем. Вот Алексей у нее взял ссуду, купил эту квартиру для того, чтобы было где жить. Они там сделали хороший ремонт. И вот за несколько, за неделю, за две или за три недели до свадьбы, Настя подходит и говорит, мам, пап, ну вот мы ребята молодые, нам хочется пожить, нам нужно деньги, мы и съездить хотим там. А что если мы будем жить у вас один год, а квартиру будем сдавать, а вот те деньги, которые получим с квартиры, будем рассчитываться там с кредитом в банке. И там и нам что-то еще останется, чтобы так что-то купить. Всего один год нам это надо. Вот мы так посчитали, через год мы все, мы будем жить отдельно, все нормально. Всего один год. Вы что, нас выгоните на улицу, что ли? Трехкомнатная квартира у нас с вами. Одну комнату. Вы что, нас не любите, что ли? Знаете, так вот начинают уже подъезжать. Мы говорим, нет, Настя, мы вас так любим, обоих Алексеев. Живите с нами. Мы вас очень любим, живите. Мы вас не выгоним на улицу. Одну комнату вам выделим, живите, пожалуйста. Все, без проблем. Но, говорю, Настя, учти, твой муж Алексей мусор будет выносить, когда я ему это скажу, а не когда он это захочет. В этой квартире я хозяин, а не он. Более того, гвоздь он будет забивать там, где я ткну пальцем и когда я ткну пальцем. Это моя квартира, а не его. И я тут хозяин. Более того, говорю, Настя, это вы подъедете на кухню чайку. И в романтическом настроении удалитесь в свою комнату. И мне будет вообще, по большому счету, ну, так вот, как и молодежь говорит, до фонаря, да? Чем вы там занимаетесь? Рдаются ли там во всякие охи, скрипит ли ваша кровать? Я подойду к вашей двери, скажу, Настя, быстренько за собой чашечки помыла. Это моя кухня. Это мой уклад. И как только попили чай, чашечки будьте добры. Помыть сразу. И последнее, говорю, Настя, ты помнишь, в нашей семье комендантский час. Никто не отменял. Никто не отменял. В 10.30, чтобы оба были дома. Она аж подумала, ты что, пап, мы уже взрослые люди, я уже замуж вышла. Там, Алексей, своя работа, а ты в 10.30. Мы что, маленькие детишки, что ли, говорю? Да. Потому что вы не хотите создавать свою систему, вы входите в нашу. Я хочу, чтобы моя любимая женщина по вечера положилась спать спокойно. И не думала, где они там ходят. Что с ними случилось? Чтобы в 10.30 оба были дома. Это наша семейная система. И вы будете жить по нашим правилам. Папа, я все поняла, мы с вами жить не будем. Ну, потом она интереснее себя искала. Говорю, папа, я, честно говоря, знал заранее, что ты так скажешь. Это я уж так просто. Ну, понятно, что, понимаете, потому что мы наши детей 13 лет к этому воспитывали. Но мы их воспитывали в том, что вам будет 20 лет, и независимо от того, замужем вы или не замужем, вы будете жить от нас отдельно. То есть, вот в нашей семье наши дети воспитываются таким образом. В 20 лет, независимо от чего, инфантилов мы из нашей семьи не хотим платить. Учитесь жить настоятельно. И в данной ситуации, когда мы стали создавать семью, мы им говорим, хотите жить по своим правилам, создавайте свою семью. То есть, мы всем так говорим, всем, кто к нам приходит на консультацию. Со своими какими-то правилами. Живя с родителями, вы не наблюдали еще ни одной такой ситуации. Может быть, вы где-то и знаете. Тогда расскажите. Нет, это может выглядеть внешне так, что все изумительно. Но, знаете, ну не бывает такого. Если не выполнили первую заповедь, чтобы были отдельно, не будет этого. В конце концов, перед соседом можно закрыть дверь, сказать, слушай, достал, извини. Все. И закрыть перед носом дверь. Перед мамой так не закроешь. У нас приходили и говорили, нам в трехкомнатной квартире маме негде поставить шифонеру. Вот она купила шифонер и поставила в нашу комнату. И теперь она каждое утро, каждый день и каждый вечер приходит в нашу комнату, берет свое белье оттуда. Но в трехкомнатной квартире негде больше поставить шифонер. Вот знаете, вот такая вот ужасная свекровь. Вы знаете, вы живете у нее в квартире, да, это ее территория. Она может шифонер поставить где угодно. Она, если захочет, может раскладушку в вашей комнате поставить там спать. Это ее квартира. Она что хочет, то и делает. Понимаете, вы не можете с нее требовать никаких этих самых норм и так далее, так далее. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok